подкаст всем привет и добро пожаловать на подкаст влад давно не виделись отлично выглядишь и свежо хорошо спасибо ты теперь живешь в москве далее теперь москвич ты как себя здесь чувствуешь ты говоришь о том что ты москвич и ты живешь только не машина я живу в москве мы живем здесь уже четвертый месяц ну как вернее я живу четвертый месяц я приехал чуть раньше тут надо было найти квартиру в общем решить с работы вопросы кое-какие в начале июля я перевезу семью суда влад регулярно когда мы с тобой встречаемся мы с тобой говорим об одной насущной теме которая но она присущи и мне и тебе наверное то есть имеет участие в наших жизнях это тема кризисов и мы сегодня с тобой говорим об этом а кризисах о выгорании довольно счастливы да просто знаешь что влад что меня смущает в этой теме что мы об этой теме с тобой думаем уже наверное ну год точно да еще год назад были мысли записать что-то подобное и как будто бы уже это не сильно актуально то есть уже все кто что можно поговорили а мы такие с тобой догоняем но вот через призму христианства на это посмотреть это до сих пор интересно но на самом деле тема актуальна и у книги овда самая такая старшая старая самая древняя самая древняя книга библии и тогда тема страданий была поднята она сквозным идет ключом через все писание и поэтому я думаю сегодня это также актуальность там год назад про это говорили два причем кажется что для каждого возраста есть какой-то свой период такой набор кризисов там нашлись такое понятие там кризис трех лет там есть подростковый кризис если среднего возраста мы обо всем нам уж я по всем на внимание о чем зато поговорим сегодня то есть для каждого возраст есть какая-то своя боль своя проблема и ну там будет у детей своей там какие-то кризисы проблемы более страдания да поэтому подростков свои о среднего возраста свои в старости свои наверное есть поэтому я думаю эта тема а так или иначе всегда актуально. Но разве если ты христианин, такой весь верующий в Бога, абсолютно уповающий на Него, то как вообще у христианина может быть какой-то душевный упадок? Ведь про кризис, да, мы сейчас говорим именно о кризис какой-то такой эмоциональный, душевный, потому что есть же понятие кризиса очень широкое, которое затрагивает и финансовые положения, и так далее, и так далее. Вот мы говорим об эмоциональном состоянии, правильно? Ну, ты какие-то рамки задаешь сейчас, да, в нашем разговоре. По идее, страдания, они, ну, очень широкий спектр имеют. То есть мы обычно привыкли к страданиям, понимать, каким образом. Ну, например, болезнь, да, Бог послал там, или там близких, или тебе, или там какие-то проблемы, там дом сгорел, например, да, вот сейчас там боевые действия начались, да, то есть люди там вынуждены покинуть свою родную землю, там расстались с родственниками, или потеряли кого-то. Но это как бы страдания. Но это же, это только один из, одна из граней. Страдания могут быть разные. И причем их нельзя сравнивать между собой, потому что человек, всегда страдания субъективны, человек их видит из своей головы, и они всегда проживаются, ну, как бы, лично человеком, и могут быть очень тяжело. Это я просто простой пример. Ну, я с молодежью много общаюсь, вот, и в последнее время почему-то так получается, что разговариваю с людьми на тему влюбленности, как бы, и вот, вот, и это вообще, ну, не смешно на самом деле, потому что когда, скажем, брат любит девушку, да, какую-то, да, молодой человек любит девушку, и это очень сильное переживание. Особенно, ну, на самом деле для него это какая-то, ну, такая, смысложизненная такая, ну, основополагающая, как социальная вещь, и особенно, если это не взаимно, особенно, если нет никаких шансов на то, что это когда-то будет взаимно. Ну, то есть, бывают люди, там, влюблены друг к другу, они страдают, переживают, но ты смотришь на это все стороны так немножко снисходительно, потому что понимаешь, что у них все, там, все получится, да, или там, а бывает, что это действительно трагедия, особенно, когда девчонки влюбляются, и девушки в нашей культуре, они не могут взять, ну, или очень ограничены в вопросе инициативы, да, и абсолютно, ну, как бы, нет никаких перспектив, и что остается? Это страдание, или, например, финансовое страдание, когда человек вроде врюхивается в какую-то проблему долгов, там, или еще чего-то, и у него нет, там, ну, каких-то, ну, таких понятных, простых возможностей выхода из этой ситуации. Это тоже страдание. Да, это не потеря близких, это, там, не смертельная болезнь, но это тоже связано с огромным эмоциональным напряжением, с многими слезами, болями, бессонными ночами и так дальше. Поэтому сложно взять, там, нельзя это просто взять, выкидывать, там, из, как бы, из общей обоймы переживаний. Ну, да, почему я хотел бы сконцентрироваться все-таки на страданиях, связанные больше с экзистенциальностью, это смысл жизни, да, проблемы смысла жизни, потому что, знаешь, как бывает, ты что, смертельно болеешь? У тебя кто-то умер? Что такое? Что такой кислый? Давай немножко взбодрись. Возьми себе в руки. Возьми себе в руки, тряпка, вперед. Ну, все в порядке. А, и вот из-за этого, мне кажется, нужно об этом говорить, потому что, ну, вот, знаешь, как приводит пример, ну, раньше люди в тюрьмах сидели, голодали, печки там топили дровами, воды в кране не было, кранов не было и так далее. И дружки были в глазами. И все хорошо было. А сейчас? А сейчас ты латте на миндальном морлаке не попил и уже грустишь. Это что такое? Это разве по-мужски? Ну, вот. Ну, тут еще и гендер немножко, да, насыпал ты. Ну, я вообще, ты же понимаешь. То есть, хотел бы с тобой затронуть, понятно, что, наверное, мы будем касаться, что это какая-то сборная такая вещь, влияющая на эмоциональный фон, и в том числе и какие-то взаимоотношения с близкими, и, может быть, смерть или долги, какие-то вещи, но вот коснуться эмоциональных переживаний, которые мы называем там кризисом, выгоранием, кризис там 40 лет, 30 лет. Что испытывает человек, что это такое? То есть, это некие экзистенциальные кризисы, да? Да, да. И как к этому подступиться? Ты вначале коротко перечислил. Давай мы еще раз обозначим, какие кризисы в жизни, вот именно экзистенциального характера, мы можем выделить. Ну, это сложно как-то, наверное, прям сформулировать. Я думаю, точно, это кризис среднего возраста. Я с ним сам столкнулся и немного занимался этой темой. Вот, и, наверное, готов немножко об этом поговорить, хотя это, ну, непросто. Вот, наверное, можно поговорить об горании в целом, хотя это не совсем экзистенциальный кризис, да, но это некое такое проживание. И очень часто люди, особенно старшего поколения, смотрят на это как на такую блажь, знаешь, там, в общем, как на что-то такое несерьезное. Ну, вот из разряда ты миндального, нету миндального молока в магазине, и ты там, типа, в слезах. В общем, что это за кризис такой? Вот, примерно, здесь то же самое. Ну, и, наверное, я думаю, этого будет достаточно для того, чтобы нам сегодня загрузить наш подкаст нашими мыслями, да, но в целом, наверное, этим не ограничивается. То есть, спектр широкий. Но это, наверное, то, что больше всего сейчас наиболее актуально. Влад, как ты думаешь, почему важно об этом говорить, вообще говорить? Ну, я думаю, важно об этом говорить, потому что есть вещи, о которых вообще не говорят. Ну, то есть, вот, понимаешь, как бы кризис среднего возраста все слышали, что это такое, что-то говорят, но о нем мало что знают люди, и что с ним делать не совсем понятно. Я вот чуть исследовал эту проблему, ну, опять же, сам через него где-то отчасти проходил, прохожу. Вот. То же самое, например, выгорание. Вот, эмоциональное выгорание. Ну, об этом много говорится, вот, потому что люди как-то столкнулись с этим, поняли. Но, опять же, надо людям показать, во-первых, эту проблему, что эта проблема действительно обозначить. А, во-вторых, может, какие-то наметки пути выхода, или там, ну, хотя бы поделиться каким-то опытом, как это можно проживать. По-моему, год назад мы с тобой встречались и разговаривали о кризисе среднего возраста, и после этого разговора мне показалось, что мне стало легче жить. Хотя, знаешь, сколько мне лет, кстати, Влад? Вот даже не догадываюсь. Ну, во-первых, я невероятно классно сохранился, невероятно хорошо выгляжу. 25. Да, да, мне 25. Ладно, ну это шутки, конечно. 25 лет. Мне 25 лет. И мне до кризиса 40 лет, среднего возраста, да? Ну, кризис среднего возраста, он обычно 40-45 лет примерно в эту полосу наступает. Ну, хотя бывает раньше. Далековато. Тем не менее, после разговора с тобой многие вещи, которые у меня происходят в голове, из-за чего я, ну, прямо скажем, парюсь, из-за чего я переживаю, они мне стали более понятны. И я хотел бы, чтобы сейчас ты еще раз проговорил, что такое кризис среднего возраста. Ну вот, знаешь, на самом деле, за год очень много, очень много, ну, чего поменялось. Не в смысле, как бы принципиально, но совершенно какие-то новые краски, формулы для себя обнаружил. Я не скажу, что я его, ну, как бы прям знаю, как победить, да, или там, но вообще, давай начнем с того, что это такое вообще, что за кризис среднего возраста. Это очень часто, я раньше так слышал, и часто его формулируют, как такой, таким образом, да, как такая проблема, когда человек понимает, что поступает старость, и он смотрит, что он мало чего добился, и, в общем, как бы из этого страдает. Вроде как, я не стал олигархом, у меня нет яхты, вот буду страдать. Я все время смотрел на это так, думаю, ну, у меня такой ерунды не будет. Многие люди так смотрят на проблему, на кризис среднего возраста, как, ну, на такой, ну, проблема достигаторства, да, что у нас есть культура такая, что должен чего-то добиться, и уже человек не добился, вот он из этого страдает. Но на самом деле, когда подошел к среднему возрасту, я понял, что кризис, ну, сам испытал в какой-то степени, что кризис — это средний возраст немножко другое. Вот когда ты молод, тебе кажется, что у тебя очень много, ну, так и есть, наверное, у тебя очень много возможностей, ты много чего можешь поменять, ты можешь выбрать любую профессию, ты можешь выбрать, где с кем, как жить, с кем дружить, где работать. И, в принципе, есть определенный период, в который ты можешь все легко поменять, можешь там пойти в участие на хирурга, например, сейчас, даже в 25 лет, спокойно. Теоретически это можно сделать и в 40, и в 60, но по факту это не так. То есть по факту к 40 годам ты уже сделал ряд каких-то движений, решений принято было, да, уже какие-то вещи ты сделал, и ты их абсолютно не можешь поменять. Ну, то есть это как, знаешь, вот спутник, когда его выводят на орбиту, ему можно задать наклонение определенное. Как только ты его вывел на орбиту, ты можешь там поднять и пустить орбиту, но наклонение изменить нереально практически. Для этого нужно, ну, огромное усилие, там, в общем, топливо и так дальше. Или, например, рельсы ты провожил, там поезд по ним едет. То есть, наверное, можно свернуть на какую-то другую ветку, но почти нереально. То есть эти рельсы проложены. И в 40 лет ты понимаешь, что твой поезд жизни, он мчится по рельсам, которые вот до старости уже проложены. Причем есть там еще несколько отягчающих обстоятельств. То есть вроде бы ты можешь много что поменять, но на самом деле ты не можешь. Ну, то есть я, кажется, я могу пойти учиться на программиста, но по факту мне для этого, мне надо там содержать семью, мне надо там воспитывать детей, у меня там есть служение и так дальше. И ты вроде, казалось бы, ты можешь там взять и пойти там выучиться, там институт закончить, но это не так. Потому что есть какие-то сдерживающие факторы. Ну и во многом так. И есть еще отягчающие обстоятельства. Какие там? Например, ты физически ощущаешь, что у тебя уже не то здоровье. Там ментально ты, не такой острый у тебя ум. Не в смысле, что ты тупеешь, а в смысле у тебя хуже работает память, банально ты меньше можешь, меньшее время концентрироваться на задачах. Ты банально, тебе важнее сон и многое другое. Можно, конечно, поддерживать себя в хорошей форме, но это требует там определенных усилий и затрат. То есть условно, когда я писал диплом после окончания университета, я его написал за две недели. Вот. Я когда начал писать, уже первые защиты начались, у меня еще не написано было. Я за две недели спал, спал, ну, два дня я вообще не спал, двое суток. А остальные все сутки я спал, ну, по три часа, по четыре часа, ну, как бы, в сутки. И я за две недели написал диплом, работая вот почти круглосуточно. И нормально. То есть я как бы, я не умер, я не пил Red Bull, я просто, ну, я заваривал чай, пил его, и работал, и все нормально. Один в один, Влад. Я написал диплом точно так. Я работал, у меня ребенок. Я тогда тебе, значит, пророчествую, что в 40 лет так не будет. То есть вот сейчас, если я, например, ночь, я могу ночь поработать, мне потом надо, ну, в себя приходить там пару дней. То есть я могу ночь поработать. Я могу там закинуться эспрессо там или еще что-то там, ну, значит, как-то взбодрить нервную систему свою, поработать какое-то время, ну, все. Потом, вот так две недели я работать не смогу. Ну, наверное, смогу, но это надо, ну, что-то, какую-то суперзадачу иметь и суперважную, да, и потом очень долго останавливаться. То есть даже любая полностью бессонная ночь, хотя я сплю мало, в целом так, ну, так мой график построен. Но если полностью бессонная ночь, то это очень тяжело сказывается на мне. И много других вопросов. То есть твоим уже память не то. Ты не можешь так долго сосредоточиться на какой-то задаче. Тебе нужен отдых. И так дальше. И это тоже очень остро чувствуется. Вообще в целом проблемы со здоровьем. Болезни. Как бы ты начинаешь понимать, где у тебя там штук, как у тебя организм устроен, потому что у тебя болит то, но то второе. Ты уже привеледливки идеи. Потому что ты, ну, банально так работает. И ты все это очень хорошо ощущаешь в 40. Это отягчающее обстоятельство. А еще один важный, очень важный фактор, который тоже отягчает кризис среднего возраста, это то, что человек в 20 и в 40, это два разных человека. Вообще человек ментально мне нравится каждые 7 лет. Ты знал про это? Каждые 7 лет человек меняется мышлением. Личность вообще другая. Ну, то есть, у тебя обновляются, ну, то есть, да, это тот же самый Иван, у него тот же бэкграунд, то же тело, те же друзья, та же семья. Но если сравнить, поставить там Ивана, там образца, скажем, 2007 года, 2014 и 2021, это вот там три разных Ивана. Абсолютно. У них есть много там схожего, но там, не знаю, Иван сегодня прочитал намного больше там книг, пообщался с гораздо большим количеством людей, и все. И вот ты, когда ты принимаешь какие-то очень важные решения, кем работать, где учиться, как жить, так дальше, тебе 20, условно, да, или там 25, ты принимаешь какие-то важные решения, но в 45 ты совершенно другой, ты прочитал там, не знаю, тысячу книг, ты побывал там в сотнях стран, не знаю, в десятках стран, сотнях городов, ты познакомился с огромным количеством людей, новых для себя людей, и твой кругозор очень сильно расширился вообще на все. И ты понимаешь, что да, ты сделал там, ты хотел в 20 лет из точки А прийти в точку Б. В 40 ты туда пришел, но ты понимаешь, что это уже не та точка, куда ты хочешь, потому что ты сильно поменялся. Да. И вот этот момент, это то, что, ну, как бы тебя усугубляет. Ты вроде получил, что ты хотел, ты получил то, к чему ты шел, но ты сейчас уже этого не хочешь. Мне бы мои мозги в 20, да, это про это? Ну, отчасти да. Ну, то есть, ну, понимаешь еще, какая проблема? Проблема в том, что есть некоторые, ну, как бы некоторые выборы, которые ты сделал, и если ты их поставишь под сомнение, то ты придашь что-то в себе. Ну, я объясню, например, человек делает выбор, не знаю, посвятить себя служению, да, и отказывается от карьеры в бизнесе. И в 40 он понимает, что он там полностью, ну, как бы он проработал, там, не знаю, в церкви, но у него нет там ни пенсионных накоплений, там, нет жилья, у него дети выросли, им надо там их как-то, а ему нечего им дать. И он, теперь вопрос, как бы, если он поставит под сомнение свой выбор, он придаст какую-то важную часть себя и своей жизни, понимаешь? И это кризис очень сильно усугубляет, потому что человек находится в безвыходной ситуации. И вот, и таких примеров много, может быть. Или, например, человек решил там, что у него будет большая семья, у него там родилось там 14 детей, 15 детей, да, он этому посвятил огромную часть своей жизни, отдал здоровье, силы, и он в 40 приходит в ту точку, ну, как бы в точку, где он этими детьми повязан, по сути, там, с ног до головы. И эти дети определяют его жизнь до старости. Ну, то есть, он бы хотел, может быть, что-то другое, но теперь вопрос, если он поставит под сомнение свой выбор, он станет, ну, каким-то предателем своих детей. Он даже не может поставить под сомнение этот выбор, потому что это часть его, личности, его жизни, его семьи и так дальше. Вот это и есть экзистенциальный кризис, то есть, проблема смысла, проблема вообще ощущения жизни, понимания жизни, кто я вообще, зачем я здесь. Влад, есть такой стереотип, что мужчины, переживающие кризис среднего возраста, покупают мотоцикл. Почему? Зачем? Это попытка переиграть. То есть, попытка переиграть. Понимаешь, как бы человек что-то, ну, это попытка вообще слететь с рельсов, понимаешь? Ну, то есть, вот ты едешь по рельсам, ты понимаешь, что твоя жизнь там прописана, сценарий твоей жизни прописан до старости, и ты в 40 это понимаешь, и ты ничего не можешь поменять. Вообще, вот именно кризис, это ощущение вот этой боли, отчаяния, что ты ничего поменять не можешь в своей жизни. Ну, либо ты можешь предать себя, да, что-то важное. Кстати, Влад, именно же в этом возрасте чаще всего распадаются семьи. А в том числе. А потому что, это то же самое. Представь, человек такой прожил, типа там, 10-20 лет в семье, и вдруг понимает, что тот выбор, который был сделан, сделан был неправильно. Ну, или там что-то, что-то он не получает семьи. Ну, плюс, видишь, тут еще какой, тут вопрос распада семей, там, огромное количество других факторов, которые, влияют на это все. Это неумение строить отношения, банально, потому что люди, ну, это вообще наша проблема, там, христианства, что мы живем в нарративе, что отношения надо найти, найти свою половинку. Отношения надо строить, отношения не находят, отношения строят, Человек, если не построил отношения, ну, дети выросли, то есть, первые, там, 10 лет, люди, там, банально, они выживают, там, растят детей, они, там, пытаются как-то справиться с этим всем, с нагрузкой, финансовая нагрузка строят дом, а потом все вроде как, дети выросли, как все устаканилось, а, ну, людей ничего не связывает, им там не о чем поговорить друг с другом, банально, лежу 22 человек, и вместо того, чтобы там, как бы, окей, давай снова влюбимся друг друга, давай как-то там решать этот вопрос, построим отношения по новой, люди, ну, делают там, выбор другой, то есть, особенно, знаешь, если, например, человек, скажем, мужчина деятельный очень, он там, не знаю, он там развивается, он там, не знаю, где-то там в бизнесе, вокруг него там умные люди, девушки красивые, все такое, а дома жена с детьми, понимаешь, как бы, и вот между ними такая пропасть, может быть, то есть, возникает, возникает, да, что жена растворилась в семье, растворилась там в детях, а она там, ну, не мыслит в жизни как единицы, нет у нее там какой-то своей задачи, работа там, или еще чего-то, а муж там, и вот между ними просто пропасть, как бы, это, это опять же, это на цена правильно над этим работать, ну, как бы в семье, очень часто люди этого не делают. После того, как ты мне эту тему рассказал, я не знаю, когда это было, какое-то время назад, я теперь вообще сильно настроен на то, чтобы поддерживать любые инициативы Ксюши в желании развиваться в какую-то сторону, там, она там, Вань, я пойду учиться вот на эти курсы, да-да-да, все, сюда вкидываем. Это очень правильная вещь, вот понимаешь, у меня, например, Юля, она поступила учиться, она у нее, она еще троих родила, пока училась, получила диплом, получила высшее образование. Там еще какие-то моменты, вот ты смотришь, я думаю, ну, вообще, это не совсем относится, может быть, к кризису среднего возраста, только отчасти. Хорошо, когда между мужем и женой есть некая дельта, ну, то есть, есть некая разность потенциалов, они-то тянутся друг к другу, понимаешь, когда люди влюблены, вот я, опять же, смотрю на молодежь, вот они влюбляются, они хотят все знать, ну, там, о другом, да, там, парень, его девушка, любимая, где-то в другом городе, у него, там, прогноз погоды стоит, какой у нее в городе, там, он хочет все про нее знать, вот там, не знаю, там, парсит соцсети, там, да, еще что-то, и девушки так же, то есть, у людей вот есть вот эта тяга друг к другу, когда люди живут давно, особенно лет 20, друг с другом, у них вот эта, как бы, разность потенциалов, она, ну, она теряется, и важно ее, ну, в какой-то степени сохранять, когда у мужа есть своя жизнь, у жены есть какая-то своя жизнь, сохраняется эта, ну, как бы, тяга друг к другу, и это помогает, кстати, преодолевать кризис среднего возраста, еще раз повторю, когда люди просто растворились в семье, когда я потерялась, в мы, да, и вдруг появляется, там, например, девушка какая-нибудь, или там, молодой человек, который, который, там восхищается, там, ну, не знаю, там, дарит что-то, да, и так дальше, и вот, как бы, возникает вот это, ну, это следствие этого кризиса, это распад семьи, но ничего хорошего не приводит никогда, как правило. Три самых больших врага мужчины, это деньги, власть и женщины. Слышали такого? Ну, в этом есть мысль, но это надо, знаешь, вообще про кризис среднего возраста можно прям отдельный, там, не знаю, семинар собрать, не то, что это же подкаст, семинар может им разговаривать, потому что кризис, видишь, есть такой нюанс, обычно, когда кризис настигает в сорок, примерно, плюс-минус лет, а в это время мужчина, он в семье опора, он проживает глубоко внутри, и никто этого не видит. То есть, если кризис подросткового возраста, его видят все, там, ну, как бы, хэ-хэй, нананэ, да, или там, ну, какой-то, это видно, а вот кризис среднего возраста, его не видно, он глубоко внутри спрятан, и человек не может его даже показать. Ну, то есть, понимаешь, если 40-40-летний муж в семье, опора семьи, начнет нюни распускать, я не хочу жить, я не хочу вставать, я не хочу на работу, что-то такое, человек просто берет себя в руки, все, и проживает это очень тяжело. А вообще у мужчины, почему у мужчины, кстати, кризис среднего возраста глубже проявляется, потому что, во-первых, мужчины больше обычной амбицией, во-вторых, мужчина, в принципе, мужчины, у них миндалина так устроена, что эмоции гораздо глубже проживаются. У женщин много эмоций, но они более поверхностные, у мужчины более глубоко и внутри не спрятаны. И вот, в церкви мужчина тоже в 40 лет, опора, ну, кто является вот движущей силой церкви? Кажется, молодежь отчасти, да, но вот фундаментальные все вещи, такие организационные, тянут, как правило, мужчины среднего возраста. И вот представь, как бы, и на работе так же, и везде. И вот человек на нем, как бы, он такой, опора, фундамент, и его подтачивает кризис среднего возраста, и, в общем, это глубоко проживается внутри. Вот такая ситуация. Кризис среднего возраста, это какая-то временная история, или она может затянуться на несколько лет? Или это в 40 наступило, в 40 закончилось? Я не знаю. Вообще, говорят, как насморк, вроде, ну, надо подождать, пройдет, да, но я, видишь, я тут сложно сказать. Я у тебя прямой вопрос задам. Влад, ты проходил этот кризис? Или проходишь? Ну, я считаю, что я его прохожу сейчас, в какой-то степени. Ну, то есть, я думаю, наверное, острая фаза прошла уже, вот, но еще какие-то рикошеты остались для меня. Смотри, давай. Вот мой кризис, да, который я почему-то считаю, что я тоже его прохожу, это, вот я иногда почему-то думаю о том, почему я не стал, программистом крутым. То есть, смотри, чем я сейчас занимаюсь, я работаю в сфере 1С, когда я учился в колледже, и в университете потом, все, что было связано с 1С, трушные программисты, называли, типа, ну, это такое, это все, не очень. Но у меня стоял выбор, когда я должен был жениться, оставался месяц, мне нужно было выбрать, куда пойти работаю, у меня, я ходил по-честному, по-честному, я получил образование, я что-то сделал уже для того, чтобы стать программистом каким-то Java или кем-то, кем-то, и я помню четко, как я обошел 10 собеседований, и на каждом из них мне сказали нет. И причем ходил на собеседования, где зарплата, ну, сильно ниже среднего, с какой-то туманной перспективой роста. Вот. И по итогу я пришел к тому, что меня пригласили в два места. Первое место это было администратор отеля ночной. Зарплата была средняя, в принципе, можно было бы прям, знаешь, мы же арендуем жилье и все, прям впритык-притык. И без, ну, ты понимаешь, да, кем администратор дневного, там следующий шаг такой, да, администратор дневного отеля и так далее. И второй вариант, это было пойти в 1С, очевидно, очевидно, всем скажу, это там низкий порог входа, но там неплохие деньги в перспективе могут быть. Первый месяц я отработал, я получил 500 рублей, вот за месяц. Да, вот так это было, такая сдельная плата. Второй месяц было сильно больше, и потом больше-больше, и как бы нормально, на нормальный доход я могу сейчас содержать семью, все в порядке. Но, знаешь, иногда возникает такое чувство, что из-за вот этой профессии я сильно привязан именно к России, потому что это российская учетная система 1С, все, что там с ней связано. И я понимаю, что имея текущее образование, я, конечно, могу пойти на курсы, отучиться на какого-то программиста, но я, у меня ребенок, жена, обязательства, ипотека, и я не могу это сделать. Я даже, я даже сил в себе не могу найти это сделать, понимаешь? И мне от этого вот грустно. На самом деле, ты еще много чего можешь делать, поверь. Вот один ребенок, это вообще, как бы, это еще масса возможностей. Я понимаю, когда человек один живет, условно говоря, если я один, я могу там на дошираке жить, мне без разницы, как бы и нормально. Если у тебя жена уже, ага, уже хочется ее куда-то сводить, как бы обустроить. Ипотека. Ипотека, да, и так дальше. Вот, если ребенок, то еще, значит, соответственно, больше. Но вот когда у тебя их типа семь, ну, вот как у меня, да, и когда они уже вырастают в подростковый возраст, молодежь входит, и там сразу возникает масса статей расходов. То есть там один школьник, каждый школьник, это достаточно большое количество расходов. Там начинают формы, заканчивают там кружками и так дальше. Вот. Поэтому, ну, тут вот поверь, как бы у тебя еще масса, масса возможностей на то, чтобы как-то из этой ситуации выйти, ну, выучиться. Вообще, в принципе, у тебя еще гораздо больше сил, здоровья, ну, и всего остального. Вот. Меня, например, сложнее с этим. и... Ну, я рассказал, я рассказал свою историю, чтобы ты рассказал свою. А что... То есть, понятно, я бы хотел быть другим, по другой специальности. Чтобы у тебя... Смотри, как бы я... Понимаешь, я, наверное, могу, да, рассказать какую-то свою историю, но ты всегда, когда ты что-то рассказываешь публично, да, ты всегда есть там палка двух концах, ты делаешь себя уязвимой отчасти. То есть, там, не знаю, мой кризис больше связан с пониманием вообще своего места в служении, потому что служение в церкви, это важная составляющая, там, моей жизни. Ну, вообще, в принципе, да, жизнь для любого христианина, но моей... Ну, для меня это вообще какая-то особенно важная вещь. Я не понимаю, как бы, что мне нужно. Что... Ну, куда мне нужно, в чем мое призвание, где мое место, я не могу понять этого. И... И это, наверное, основа, там, фундамента кризиса. И вот теперь, такая вот ситуация. Я пришел, там, в декабре, в январе, в такую ситуацию, что я вообще, ну, у меня там есть, там, ряд проблем, у меня растут дети, и, в общем, и что дальше. И вот, как бы, вот, несоответствие разных вопросов, именно работы, служения, и все остальное, они привели, ну, вот, к такому. Как ты думаешь, если бы ты посмотрел на свою жизнь, будучи 20-летним, ты бы был удовлетворен? Вопрос под ковыркой. Как ни странно. Знаешь, почему я тебе скажу? Тебя, возможно, это удивит, но очень многие молодые люди, с кем я общаюсь, разговариваю, они очень завидуют тебе, и они бы хотели быть на твоем месте. Ну, они всего не знают, но из того, что они видят со стороны, человек, смотри, человек, состоявшийся семьянин, прекрасные дети, Неля, привет. Классная она. Неля, кстати, ладно, хорошая твоя дочь, старшая. Так вот, состоявшийся человек, взрослый, с амбициями, с успехом, как я вижу, я до сих пор так считаю, с успехом в служении, с огромной головой, и умный человек, и все хорошо. И вот, многие тебя завидуют. Ты, будучи 20-летним, смотря на себя, со стороны, ты бы хотел быть таким, как ты? Ну, смотри, если бы, вот, если взять меня 20-летним, с теми мозгами, я посмотрел бы, наверное, тоже завидовал. Ну, то есть, как бы, если с теми мозгами, я посмотрел бы, то есть, это, условно говоря, я пришел в точку, в которую плюс-минус хотел прийти. Вот, возвращаясь к твоей мысли про точку АБ. Но тут, да, то есть, я, как бы, то, что я хотел, ну, да, я хотел бы, наверное, другой карьерный путь, я бы не хотел бы вот эти все там перипетии, которые у меня были, с бизнесом, со всем остальным. Я, наверное, хотел бы там по-другому построить какие-то там варианты. Но в целом, как бы, да, у меня хорошая работа, у меня хорошая семья, у меня классные дети, все нормально, все сложилось, как бы, вот. Ты востребованный проповедник, тебя везде зовут, ты проповедуешь, тебя слушают. Не совсем так. Ну, как бы, вот все это, оно имеет какую-то оборотную сторону. Ну, по вопросам кризиса, как из него выходишь, как ты это проходишь, мы еще чуть-чуть поговорим. Вот, давай один такой вопрос. Объясни мне, почему есть люди, которые говорят, что, кризис? Да у меня вообще никогда такого не было. Какой кризис? О чем речь вообще? Они врут, у них был кризис, но они не хотят показываться слабыми, они не понимают, что такое кризис, или действительно, у них никогда в жизни такого не было? Ну, наверное, есть весь перечень тех, ну, как бы, что ты перечислил, наверное, есть мы. Но есть ли люди, которые реально не переживали кризис? Ну, почему нет? Ты думаешь? Я думаю, наверное, в какой-то степени, да. Ну, смотри, то есть, глубина кризиса, она, как правило, измеряется глубиной личности. Ну, или глубиной, там, каких-то законов, или, там, каких-то, там, странных мыслей. Ну, то есть, глубина кризиса измеряется глубиной личности. Если человек поверхностный, если он воспринимает жизнь, там, делит все на черное-белое, воспринимает как набор каких-то простых формул, у него никакой, конечно, не будет. Ну, то есть у него все просто, у него все понятно, у него понятная картина мира. Ну, то есть, если для человека, знаешь, вот эти вот стихи из разряда там «ты плохо поступил, тебе боженька ноги перемомала, положил тебя на кровать, как бы, вот теперь лежи». Ну, то есть, если человек вот так Бога понимает, ну, то есть, ну, тогда у него очень простой мир, очень просто устроен, он как кубики лего, понимаешь, что все сложено. Вот, он всех людей, как бы там всю глубину личности там сводит к одной формуле, так, от лентяя этот там хороший, плохой и все. Какой кризис, ты что? Он не меняется. Прежде чем, он не читает книги, не развивается, он сидит все время в одном месте, как бы, он, ну, то есть, кризису нет, куда взяться, кризис рождается на, где-то на каких-то амбициях, на разности потенциалов, понимаешь, ну, отчасти. — Да, на том, чтобы взгляд поменялся, а у него он не меняется. — А у него не меняется, он как бы, он сделал какие-то решения и к ним пришел. — И он доволен. — Да, он доволен. У него, в его жизни могут быть страдания, но кризис как таковой. — Эксессенциальный кризис в смысле жизни. — Ну, для того, чтобы, вот, понимаешь, человечество, это, как Ирвин Явам пишет, что человек — это единственное животное, которого беспокоят проблемы его существования. Вот, наверное, ну, понятно, что мы по-другому немножко на это смотрим, но действительно, человек вот глубокий, у него, его будут беспокоить проблемы его существования, проблемы, проблемы, там, смысл жизни, места в жизни и так далее. Человек не глубокий, его не будут это беспокоить. Он спокойно проживет свою жизнь, поедая наггетсы из KFC. — Счастливые. — Счастливые люди, да. Ты знаешь, есть, ну, то есть, тут вообще всегда некий выбор человека. Вот, знаешь, что бы ты выбрал? Счастливое неведение? Ну, то есть, не знать правду, но быть счастливым. Или знать правду и быть несчастным? Это как вот синяя-красная таблетка из матрицы, понимаешь, вот что-то похожее. Ну, то есть, у Ван Зайчика есть такая книга интересная. Я очень давно ее читал, но я вообще общую суть расскажу. Там, значит, боролись со злым волшебником, который держал заложников там у себя, значит, где-то там, не помню уже всех подробностей. Но суть в том, что у них там была корыда какая-то, они там все в обносках были. Но он их так заколдовал, что им казалось, что у них тут фонтан, что они едят там царские яства, что они ходят в царских одеждах. А они работали на него. Ну, и, в общем, там, бригада ух освободила их, волшебника убила, и чары спали. И они смотрят такие, и как думаешь, что произошло? Они расстроились. Они накинулись на этих освободителей, говорят, что вы сделали, вы всю нам жизнь испортили, все было хорошо. И вот вопрос, как бы, человек может жить в таком счастливом неведении, либо пойти на кризис. И вот ты выбираешь, такой, окей, я буду страдать, но, как бы, я проживу осознанную, понятную, я что-то испытаю, я что-то получу. Или я, как бы, ничего не испытаю, не получу, но зато я буду счастливым в своем неведении, как бы, в своем безразличии, в своей, там, не знаю, холодности и так дальше. Горе от ума, да? Типа того. — Влад, ты сказал, что ты сейчас проходишь кризис. Кризис — это такая штука, которую люди просто переживают со временем, или все-таки нужно какие-то вещи предпринять для того, чтобы его пройти правильно? — Вот смотри, я думаю, что тут заранее соломку не постелишь, наверное, отчасти. То есть, нет, наверное, какого-то такого способа, чтобы, или там, какой-то формулы понятной выхода из кризиса. Я еще раз повторю, что я сегодня так свободно разговариваю о том, что, наверное, старта уже спала. Как бы, я могу по этому где-то рефлексировать по этой теме. Я много кого опрашивал, братьев примерно моего возраста, там, плюс-минус, как они проходили это. Я, ну, наверное, какую-то базу там уже собрал, некоторых свидетельств, могу что-то сказать. Меня вытащило, как бы, две вещи из этой ситуации. Как бы, то, что мне сильно помогло. Ну, во-первых, есть вещи, вот, ну, как бы, есть какие-то истины, которые ты должен воспринять. Они, наверное, индивидуальные, то есть, наверное, они не универсальны. Для меня очень сильно близко стало книга Илова, как ни странно. Вот, и, ну, вернее, совсем не странно. Да, это же книга страданий. Конечно, нельзя там мои экзистенции, экзистенциальные переживания сравнивать, там, с страданиями Илова, да. Мне кажется, у него тоже были экзистенциальные какие-то вещи. А вообще, знаешь, это интересная очень история, потому что он, смотри, ведь он что просит? Вот, когда он просит Бога, он не просит вернуть детей, не просит вернуть, там, богатство, здоровье даже не просит. Он просит две вещи. Он просит себе смерть, чтобы все прекратилось. А второе, он просит объяснить, что случилось. Да, да. То есть, он как бы, он вообще говорит, господи, что все произошло? Его картина мира, она разрушилась. Да, именно. И, понимаешь, то есть, у него была очень понятная простая картина мира. Ну, то есть, понятно, в смысле, делай хорошо, все будет хорошо, да, как бы, будешь делать плохо, значит, будет плохо. Все будет понятно. Он делал все хорошо, и стал плохо. Причем стало интересно, что это стало, знаешь, такой газлайтинг. То есть, это демонстративно. Вот такое ощущение, как будто его кто-то с ума хочет свести, понимаешь? То есть, приходят одни гонцы, тут же приходят вторые, приходят третьи. Они даже говорят одинаковые слова. Ну, понятно, что, может быть, это художественное оформление, там, книги, да, но все равно. То есть, это происходит демонстративно. Это не просто, знаешь, что бывает, там, дом сгорел, например. Ну, сгорел, там, ну, кто-то погиб, там, или еще что-то. Ну, это как бы горе, безусловно. Но это, как, ну, жизнь такая, да? Жизнь так сложилась. А здесь демонстративно. Он говорит, ты поставил меня мишенью для стрел, как-то так. Ну, то есть, ты прям поставил меня целью для стрел. То есть, такое демонстративное горе на него навалилось. Он не может понять, почему, за что. Он пытается понять. Но Бог ему дает ответ. Друзья тоже пытались дать ответ. Друзья ему дают такой ответ. Наверное, что-то не так у тебя. И вся книга про цикл речей, когда они говорят, наверное, у тебя это не так. Нет, у меня все хорошо. И вот такой диалог. Потом Бог вступает в этот разговор, и он ему говорит две важные вещи. Все это перечисление, вопросов, которые он ему задает. Интересно, Богу было что сказать. Он мог сказать, Иов, ты знаешь, что такой диалог разыгрался. Ты станешь амбассадором терпения. Ты станешь источником вдохновения, фигурой для многих страдальцев много тысячелетий, столетий. Спустя люди будут вспоминать о тебе, смотреть на тебя, вдохновляться. Он мог, наверное, это сказать. Но он не говорит. Он ему говорит две очень важные истины, которые ставят ему картину мира на место. Он говорит о сложности мира. Вообще, что мир? Он говорит, мир вообще сложный. И иногда, поскольку мир весь лежит возле, мы выбираем не между злым и добром, а между злым и большим, злым и меньшим. И страдания постигают всех в этом мире. Ну, и праведных, и неправедных. То есть он говорит, сложный мир. Мир сложно устроен. А вторая мысль, что Бог все контролирует, несмотря на это. То есть несмотря на сложный мир, Бог все контролирует. Вот эта идея о том, что Бог контролирует все, и твоя жизнь такая, какая она есть, это лучший сценарий твоей жизни, который только может быть. Вот эта идея, она меня вдохновляет. Вот, знаешь, дело в том, что очень легко в страданиях потерять из фокуса одну важную вещь. То есть мы все взрослые, достаточно такие сознательные люди, опытные христиане, мы вряд ли там перестанем верить в Бога, например, да. Но мы можем потерять, гораздо более важное, мы можем потерять веру в его любовь. Понимаешь, вот эта вот идея, когда в страданиях тебе плохо, ты не можешь понять, Господи, а почему? Может, у тебя дела нет? Может, ты там забыл про меня, да? Почему там вот это, вот это, вот это сложилось в моей жизни? Вот потерять веру в его любовь, это самое страшное вообще. И Льюис говорил об этом, вот у него есть книга о страданиях, когда у него Джо умерла, он написал такие там, «Боль утрата» называется, серию таких тетрадей, где он разговаривает с Богом, и он тоже не может понять, почему так получилось. Ну, ты знаешь его историю, Льюиса, что он очень поздно женился, у него была очень сильная любовь, они были друзьями, в общем, поженились, в общем, они несколько лет прожили, она умерла, у нее тяжелая болезнь, она все это время болела. И вот он после нее, по-моему, не так долго прожил, в общем, тоже очень сильно страдал, переживал по ее утрате. Вот. И он тоже, как бы, говорит, что потеряйте с фокуса, вот это его любовь. Но вот эта мысль, она меня, как бы, поддержала. Это первая. Первая, да. А вторая мысль, это, как ни странно, это друзья. Причем, да, вот поддержка, ну, поддержка тех людей, которые верят в тебя больше, чем ты сам. То есть, когда ты экзистенциальный кризис, ты теряешь, как бы, ориентируешь вообще, а зачем я здесь, а нужен ли я здесь вообще. Тогда есть люди, которые говорят, там, я готов, там, орать все улицы, что мы с тобой дружим, вообще просто, ну, то есть, или, там, ну, восхищаются тобой, вдохновляют тебя, там, которые говорят о том, что ты много сделал для них. Или еще что-то, вот, у меня много друзей, как бы, да, мне много было, там, наверное, поддержки, кто знал, писал, вот, наверное, может там выделить, да, наверное, одного человека, кто, наверное, прям как-то так совпало, да, вот в этот момент, прям Бог послал меня в писательный круг, то есть, просто человек, которые никогда раньше не были, там, близки, а тут вот, постоянно там писал какие-то совоподдержки и так дальше, я к тому, что, это вообще такая неоценимая вещь, знаешь, кажется, что он должен какой-то там духовный ответ быть, такой, сверху, да, обязательно, но вот в самой тяжелой кризисной ситуации, когда я где-то терял Бога из виду, были друзья, которые, вот, говорили нужные слова. Ты же женой обсуждал свой кризис? Ну, сейчас, наверное, мы это обсуждаем, а вот начала кризиса нет, потому что, ну, я тебе говорю, потому что в целом, в целом, это, ну, представь, семья, семь детей, да, у нее проблему там, вот так, я сейчас еще со своими проблемами приду, я в семье должен быть опорой для всех, для нее в том числе, вот, потом я понял, что, как бы это, наверное, не совсем правильно, и, в общем, ну, и просто уже какие-то, ну, какие-то проблемы стали такими, что их нельзя просто, там, затереть и скрыть, вот, поэтому, наверное, так, сейчас мы обсуждаем эти вещи, там, где-то болимся вместе, но, ну, вот так. Одна из вещей, которые, у меня нет такого масштаба кризиса, как я думаю, как у тебя, это все меня ждет, но оно, если я развиваться перестану, из нашего предыдущего спича, есть одна вещь, которая мне помогла как-то, ну, легче переживать вот этот период, какого-то упадка такого, эмоционального, это находить какую-то радость в повседневных обычных делах, ну, каждый день, знаешь, типа, мы работаем весь год, чтобы отдыхать неделю, вот, из этой серии, и я ненавижу гулять, вообще, ненавижу ходить, что-то вообще бесцельно, мне все время кажется, что можно очень много полезных вещей сделать в это время, а моя Ксюша, она очень любит гулять, и она постоянно меня заставляет, и я как-то, ну, переосмыслил вот эту вещь, и для меня наоборот сейчас, вот эти прогулки наши вечерние, где-то по аллее с чашкой кофе, они стали чем-то таким, очень приятным и поддерживающим, я в эти моменты чувствую себя, ну, очень счастливым, какими-то такими. Ну, я согласен, это с вами известная вещь, на самом деле, кризис всегда, это же огромный комплекс эмоций, ну, как бы негативных, там, переживаний, всего остального, и ты должен какую-то альтернативу находить для этого. Это я знаешь, к чему говорю? К тому, что у меня-то кризис на почве, кстати, вот похоже тоже по служению, что я понимаю, что я сейчас занимаюсь молодежью, я даже понимаю, что примерно я буду делать в ближайшие пару лет, но вот что будет дальше, у меня просто туман какой-то, и вот эти мои амбиции какие-то, которые есть, мои мечты, как бы я хотел, чтобы это было, оно так давлеет, и у меня вот почему-то есть мысль, ну, никогда этого уже не будет, потому что я какие-то вещи до этого, потому что какие-то вещи уже были до этого в жизни, что может препятствовать тому, о чем я мечтаю. Так вот, и вот это большие амбиции я пытаюсь перевесить радостью в мелочах, и часто это получается. видишь, есть, ну, есть разные кризисы, например, эмоциональное выгорание, например, я, кстати, готовил беседу на летний лагерь об этом, это тоже такая большая тема новая, то есть, вот когда человек перегружается этими мыслями, да, иногда вот нужно там банально, там, не знаю, выспаться, там, банально просто, не знаю, поесть нормально, там, да, вот, какие-то радости себе обеспечить жизни, это, это, это норм, ну, то есть, это какое-то такое лекарство, это не решит фундаментальные проблемы твои, это не даст тебе просто, ну, потерять какой-то фокус, вкус и чувство жизни, вот это точно, но мы, например, то же самое дело, мы с женой последние два года очень много гуляем, а вот как мы переехали в Москву, вообще тут прям, в общем, у меня как-то служение, вот еще не устаканился, да, вопрос, вот, я, если там в Новосибирске, я там поедал каждое воскресенье, там, или там через воскресенье, да, здесь чуть-чуть по-другому все, но очень много свободного времени есть, я прям освобождаю специально там, для того, чтобы мы могли, ну, нет, очень много свободного времени, это сильно сказано, его нет, конечно же, но я освобождаю время, для того, чтобы вместе гулять, мы обследовали всю Москву, у нас среднее количество шагов, там, что-то там под 20 тысяч, короче, под 15-20 тысяч, среднее количество шагов в день, про, 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 20 тысяч, ну, за июль было 15, за август 18, за сентябрь, по-моему, там тоже чуть-чуть, 15-16 тысяч, вы очень сильно торопитесь в зиму, ну, мы не торопимся, мы просто ходим, мы просто гуляем, мы обвозили тут все парки, мы, у нас рядом Сокольники, рядом Измайлова, Васильный остров, там, царицинский парк, замечательный, после собрания, там, гуляем, ну, то есть, как бы мы, но гуляем, это, как бы дает такое проветривание головы, общение, как бы близость друг с другом, как бы, вот смотри, мы обсудили с тобой кризис, давай перейдем вот к какой теме, кризис это такая, экзистенциальная проблема, да, смыслов, каких-то больших периодов, а вот, чем это отличается от выгорания, такой популярный термин, как я его воспринимаю, давай, вот, есть какой-то ресурс у человека, этот ресурс закончился, как бы выгорел, и все, и человек в таком эмоциональном упадке, я правильно понимаю? Ну, смотри, я не психолог, наверное, психотерапевт, я не знаю, наверное, всех там нюансов, как бы этой темы, наверное, к ним больше, я могу сказать следующим образом, ну, дело в том, что наш, ну, как я это понимаю, да, что такое эмоциональное выгорание, это все-таки кризис, это стечение огромного количества разных обстоятельств, например, кризис среднего возраста, это физическая усталость, ну, истощение, это там совпадение разных других факторов и так дальше, то есть, и человек там попадает туда, и он входит в это состояние какое-то время, потом там какое-то время выходит из него, когда мы говорим про эмоциональное выгорание, это может постигнуть там в любом возрасте, это немножко другое явление как таковое, то есть, что это такое, дело в том, что наш организм каким-то образом реагирует на какие-то раздражители, ну, например, если я скажу какую-нибудь грубость, ты покраснеешь, например, причем тут как бы сотрясание воздуха и кровеносное давление, ну, как бы кажется, никак не связано, но это реакция организма на, ну, какой-то внешний там фактор, вот, человек там влюбленный, у него там подскакивает пульс, там, давление растет и так дальше, когда он видит там предмет люби, а человек там, который нравится с большей скоростью, у него там адреналин выбрасывается в кровь и так дальше, ну, то есть, человек каким-то образом реагирует, теперь представь, что этот раздражитель раз за разом тебя как бы, ну, беспокоит, да, день за днем, год за годом, вот, например, стресса на работе, или еще что-то подобное, в итоге человек, организм реагирует, 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 в какой-то момент этот ресурс истощается, то есть, это такое эмоциональное перенапряжение, и человек ломается, человек начинает вдруг испытывать, ну, испытывать усталость, человек начинает прокрастинировать, он избегает то, что ему раньше нравилось, доставляло удовольствие, например, там, любимая работа, или еще что-то, то есть, человек просто перегорел, да, как лампочка, то есть, он просто зажигали, 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 все, ресурс кончился, вот, и дальше это может иметь разное развитие событий, то есть, это может быть, ситуация может выйти в какие-то там болезни, или там, проблемы со здоровьем, боли серьезной, или вообще может там, в клиническую депрессию уйти, вот, тогда уж нужно там, медикаментозное лечение, совсем другая история, но, вот это состояние, оно, сейчас очень часто встречается, раньше это обычно было, у людей, которые, работают в сфере услуг, ну, то есть, например, врачи, учителя, кто-то много с людьми работает, потому что тут очень большая эмоциональная отдача требуется, и человек перегорал, я не так давно прочитал книжку, называется, смерть это день, который стоит прожить, вот, книжка, ее написала женщина, она занимается тем, что ухаживает за смертельно больными, и, ну, и, в общем, как бы, вот она написала книгу, о том, об умирании, смерти, и так дальше, и вот она, там, рассказывает историю, как она, ну, каждый раз, представь умирающего, да, какое эмоциональное перенапряжение, и она стала свидетелем, как молодой человек умирал от рака, и, в общем, у нее просто вот выключилась, она на два месяца просто отключила телефон, и ушла, и, в общем, ну, то есть, то есть, просто человек перенапряжение испытал вот это, и это, но сегодня, сегодня чаще это уже встречается не только у тех, кто работает с людьми, но и во многих других сферах, например, не знаю, например, молодые люди страдают выгоранием очень часто, есть причины на это, почему сегодня так, почему сегодня люди страдают выгоранием, ну, потому что ближайшие последние четыре года мы живем в полном трэше, а, да, ну, то есть, в целом, как бы, люди в целом эмоционально очень сильно истыщены, потому что сейчас у нас был коронавирус, вот, а это был стресс колоссальный, то есть, это, извините, пандемия, а в нашем поколении первым с таким столкнулось, я помню, как я сидел дома, форточка открыта, и там, значит, это, ездят машины с рупором, там, возбежание, заражение, коронавирусная инфекция, оставайтесь, хоть бы весело говорили, а то, сейчас выйдешь из дома и тут же умрешь, прямо здесь вот ляжешь и умрешь, вот, это, знаешь, вот, ты все время ходил там в масках с этим, с антисептиком и так дальше, но все это же напряжение, люди дома замкнуты были там, не ходили на работу и так дальше, и потом это все до 22 года было, потом коронавирус неожиданно исчез, появилась там война, смотри, Влад, вот, как я понимаю для себя выгорание, я тоже на эту тему что-то прочитал, какие-то лекции послушал, и вот мне интересно, была история одного предпринимателя, который открыл бизнес со своим партнером, и он довольно сильно разросся, они занимались обучением других людей, большая-большая компания, и в какой-то момент он рассказывает о себе, он преподает эту лекцию, он говорит, что меня совершенно перестало устраивать то, что мы делаем, мой партнер предложил развиваться в другом еще направлении бизнеса, они начали его практиковать, и в принципе, вот главная цель потерялась, ему стало сложно приходить на работу, это стало отражаться на его эффективности, кстати, вот люди, которые выгорели, один из признаков, это то, что понижается производительность и возрастает уровень раздражительности, эти люди перестают себя сдерживать и могут как-то, ну, некорректно вести себя по отношению к коллегам и клиентам, и это сильно видно, он говорит, мне партнер ко мне подошел и говорит, знаешь что, тебе нужно отдохнуть, вот я тебе даю год, ты год можешь не ходить на работу, зарплату ты будешь получать, и через год мы встретимся, ты отдохнешь, ну, как бы с новыми силами, и он говорит, я начал с женой, с детьми ездить по разным путешествиям, все, мы вот много осмотрели мест, и я был невероятно счастлив, он говорит, я не был счастлив так никогда, вот счастлив, 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 а потом оставался месяц до работы, и на меня как будто гора на плечи вновь возложилась, вот казалось бы, я же уже отдохнул, уже все в порядке, он говорит, вот с каждым днем мне становилось все хуже, а потом я вышел на работу, и я понял, что я не хочу идти туда, ну, может, у тебя появились уже какие-то мысли, как ты это прокомментировал, но как он объясняет, он говорит, что выгорание происходит от обесценивания, вот, когда ты приходишь и занимаешься любимым делом, то это любимое дело, оно тебя заряжает, и да, наступают периоды, когда нужно отдохнуть, но в целом, когда ты отдохнул, немного физически восстановился, ты возвращаешься с новыми силами, но когда ты обесцениваешь свое дело, когда ты ходишь на работу, и считаешь эту работу, ну, ужасной, не твоей, и ты бы не хотел здесь быть никогда в жизни, но ты каждый день туда ходишь, то сколько бы ты потом не отдохнул, если ты выгорел, ты не можешь, то есть тебе нужно добавить ценность к этому, и в итоге он поменял свое отношение к тому, что они, чем они занимаются, там, какие-то цели новые поставил, более какие-то, которые ему близки, и смог это прожить и перейти, как-то к новому этапу, вот насколько это близко к тому, что ты понимаешь потом? Не, ну, это все бьется, ну, то есть, видишь, это эмоциональное напряжение, он же может раздаться по разным причинам, ну, то есть, один из факторов, это обесценивание того, что ты делаешь, то есть, если, например, человек регулярно делает работу в стол, ему говорят, спасибо, ему даже могут платить хорошую сарпату, но он выгорит, ну, то есть, когда он не видит смысл в том, что он делает, это же стресс, это же, это же колоссальный стресс, понимание того, что то, что ты делаешь, оно не нужно людям, оно приводит в тупик, или для тебя ценности, не писать для самого, ну, как бы, ты делаешь, ты тратишь свою жизнь, тратишь свое время, силу, а оно, как бы, не имеет для тебя ничего. Я сейчас знаешь, что вспомнил? Я вспомнил, как я, сейчас кто-то меня поймет, я занимался благовестием, евангелизацией, стоял со столиком два года на одном и том же месте, и, ну, как бы, призывал людей литературу христианскую брать просто так, и, знаешь, наступил момент, когда я в какой-то момент понял, что, ну, я оставить это не могу, потому что это будет какое-то предательство, ну, мне так тогда казалось, а с другой стороны, я и смысла в этом никакого не вижу, пользы никакой, и меня призывали на альтернативную службу, я вынужден был жить уже в другом населенном пункте, там рядом, и не мог стоять с библиотекой, и для меня это было какое-то освобождение тогда, и я понял, что, ну, я обесценил это, и, может быть, даже правильно, потому что, ну, действительно, эффекта, пользы мало было, а, и из-за этого мне с таким трудом приходилось прям идти туда, мне грустно было то, что я туда хожу. Ну, видишь, да, тут может быть много разных, опять же, факторов, которые приводят к, ну, к выгоранию, обычно это эмоциональное перенапряжение, это, может быть, и выраженная, там, физическая усталость, банально, там, и во многом другом, то есть, например, если человек там регулярно отдыхает нормально, он тоже выгорит, там, банально, и, ну, у нас, опять же, здесь вот проблема нашего какого-то такого, это нарратива, наверное, да, какого-то такого вот, принятого мнения в обществе христианском, что обязательно на абразуру, знаешь, как бы обязательно надо, вот, искалый человек, который бы встал в проломе, и так дальше, то есть, в целом это правильно, ну, то есть, в целом правильно, да, есть такие периоды в истории, когда нужен человек, который там вытянет, встанет в проломе, там, принесет себя в жертву, но это не массовая история, и не надо умирать, как бы, в принципе, но вот, как бы мы живем в таком вот, знаешь, воспитанные на примерах, там, братьев, которые шли в вузы, и так дальше, это все правильно, время такое было, сейчас не надо умирать, не надо в вузы идти, ну, то есть, потому что время поменялось, а мы все живем каким-то надрывом, подвигом, и, и бывает так, что человек приходит к выгоранию, к какому-то просто, потому что, потому что он живет с надрывом, считает это правильным, и, в общем, у нас на работе, как-то мы обсуждали, в общем, ну, ребята обсуждали российский кинематограф, вот, а я слушал, и, значит, один парень такую мысль сказал, что русские умеют красиво умирать, говорит, вот, хорошие фильмы, вот, американцы умеют красиво жить, говорит, а русские умеют красиво умирать, я подумал, в этом есть мысль, ну, в смысле, в фильмах, в кинематографе, то есть, у нас тут получается фильмы, там, где вот, обязательно герой умирает, или около то а вот а жить просто как-то вот его знаешь я думаю наверное в этом есть какая-то смысл значит мне кажется у нас бросить тоже так немножко вот мы как бы ну мы им красиво не надо им красиво страдать умирать и и я не хочу никакой мере обесценить там подвиги братьев или там тех кто вот так трудится и жертвенное все но знаешь один брат рассказать него 13 уже не разных служитель церкви 13 служений там какие-то разбора то все 5 10 и какой-то момент но ведь я стал замечать что я я не хочу видеть тех людей вот кому я иду понимаешь он служитель он не хочет их видеть и он он ведь я а так бывает проповедник который выкладывается он любит проповедовать это его место он 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 смотрит ему противно он не хочет он встает не хочу проповедовать зачем я соглашался там так дальше понимаешь потому что человек выгорел и потому что он там и вот и он ведь я к пришел на совет и сказал что братья вот а там 7 по моему 8 там где отказываюсь больше чем половина ну там естественно как бы как это так да ну как такая реакция и он в итоге знаешь время прошло оказалось что святое место пусто не бывает это шли люди которые потянули сделали сделали еще лучше чем я а те пять вещей которые себе оставил я стал делать их более качественно я с радостью и в общем с желанием и с удовольствием и поскольку больше времени на подготовку на счет того делать более качественно для все стало хорошо зачем было надо это все делать непонятно вот влад если у тебя проблемы с выгоранием если у тебя проблемы с кризисом значит ли это что у тебя духовные проблемы проблемы в отношениях с богом и тебе нужно это усилить да нет я думаю нет совсем это не обязательно связали это это не обязательно связаны вещь также как депрессия и может вызывать банально физическое здоровье может там какая-то психическая быть проблема да там там социально а может быть и духовная проблема там источником депрессии также здесь то есть я думаю чаще всего это просто ну какой-то неправильный баланс жизненный нарушил 100 человек там неправильно настроил своей жизни и как результат или может какие-то внешние обстоятельства которые там него повлияли ну то есть есть хорошая книга кристофер аэш рвение без выгорания очень советую трудящимся в церкви людям кто там работа с детьми проповедует в общем где-то работает может быть там в общем так или иначе связан с служением он очень здорово пишет и он ну и кстати вот есть в библии примеры такого прохождения подобного состояния вот илья да вот кстати него обычно в депрессию записывают но я бы наверно больше все золото именно с каким-то таким выгоранием вот помнишь да у него история была он там очень интересная эта история он на горе кормил значит там было семь лет голода или три с половиной сколько был не было дождя да там м3 ну в общем там ладно поправьте нас в комментариях и скажите что мы плохие богослов я даже не патянули там было несколько лет голода да да и не было дождя и его питали вороны и такое явное чудо божие вороны там те приносят хлеб ты там вода не кончалась в вы что мука мука и не качался то есть ты вот прям жил несколько лет таком чуде да вот потом он встречается с царем собирает ему начинают указывать царю что не так он в такой власти в такой силе да он собирает на горе к кормил этих дубравных пророков и пророков ововых и он ну как бы они позорятся там прямо скажем да и них ничего не получается вызвать там этот огонь он вызывает огонь вся гора там полыхает там и камни и вода все пожалуй этот огонь это водка явное действие боже и там было полно народу людей которые собрались и мне очень нравится этот момент они все кричали господь есть бог как бы по на иврите это и или да или помнишь то есть как будто я когда он сказал что или его алмаза совху они потому что иллюзию знаешь такой вот вся гора кричит там или я или я да такой ну то есть может не так это выглядело уже немножко фантазирую но как бы на сама суть то есть когда что-то в эмоциональный подъем и потом он уходит оттуда победителем абсолютным и вдруг там и зверь говорит там я его все что он сделал с дубровным пророками с ним сделал и вот действие происходит на дом ну какой-то казалось бы ты же только что победил ты жил там с несколько лет таком чуде можем да то есть как бы когда тебя там вороны кормили когда мука не кончалась там с елеем значит ну ты ты же вот только что тут такое чудо произошло чего с тобой что случилось духовная проблема да нет я думаю это просто просто человек потерял фокус вообще в жизни можно я вот по этому поводу тоже пару комментариев вот смотри мне просто кажется что это было примерно так или какое-то долгое время проповедует народу о том что им нужно вернуться к богу единому к нашему богу да вот так скажу и потом наступает момент когда можно доказать ну кто здесь есть настоящий бог он доказывает а изменений не видит и вот мне кажется у него в тот момент такая мысль какая-то типа ну сколько бы я дальше не делал сколько бы я им не говорил какое бы чудо я бы не сделал ничего не изменится и вот мне кажется что это очень похоже на то состояние которое иногда постигает служители или братьев которые трудятся которые в какой-то момент понимают что что бы ты не сделал они те никогда не примут что бы ты не сказал какой бы чудо там не явилось ты больше ничего не можешь изменить вот какая-то такая стена которая стоит перед изменениями и вот в этот момент происходит какой-то надлом типа бессмысленность любого измена да так и есть так же есть то есть казалось бы только что вся как бы весь народ он их там отчитал до долгом хромать на оба коленка все 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 наконец-то да сейчас все изменится нас не поменял снова на его ищет убить но там знаешь там на самом деле там целый комплекс проблем опять же игру кризис какой-то вот совпадение много всего и здесь вот или я был крепким человеком духовно крепким человеком и он все прекрасно понимал и он опять же он просит что он просит к смерти просит себе он я хочу к отцам все я устал я не могу больше на этого терпеть интересно как бог выводит из этого кризиса очень очень здорово тоже у него спи ешь спи кушай ешь отдыхай короче он дал бы набраться сил и потом он ему он выходит и вообще или я там интересно он говорит я один остался и мы жизни ищут его несколько раз так вот я один я один я один хотя он прекрасно знать что они один тот человек которого встретил он говорит что сохранил 100 ну по 50 хранил пророков то есть даже на что около сотни человек есть а оказывается бог сохранил щеку несколько тысяч человек которые не преклонили колено ему кажется что он один но не один на самом деле да и но бог ему это пока информацию не говорит он его кормит поэт дает вдохнуть ведет потом потом начинает с ним личный диалог вот это тоже очень важная вещь потому что иногда в служении мы где-то теряем фокус вот настолько погружен в служении что забываем про личные отношения с богом он начинает ему говорить показывает там бури и все остальное он горит не в этом господь в тихом мире не ветром как бы не смещает его фокус с внимания с чудо на какие-то вот эти потом он он говорит иди он решает задачи он говорит там помашь или серия там выбери себе помашь цари в общем как бы он решает вопросы знаешь иногда или я хотел все сам как бы да ну решите бог говорит это не твоя забота я я все решу но сделаю вот это вот это я как бы все эти все предусмотрел и потом говорит еще там 4000 человек припасено ну то есть как бы вот видно как бог его планомерно выводит из этого кризиса начиная с банальных вещей на камеру напоил потом нам напомнил свое призвание с ним общение и потом он решает как бы вопросы его служения и фундаментально итак если подытожить то о чем мы сегодня говорили о кризисах и выгораниях то это периоды в жизни человека когда он испытывает эмоциональный упадок иногда связанные с экзистенциальными проблемами и какие бы ты мог дать советы людям которые сейчас находятся в таком эмоциональном упадке или проходит кризис ну видишь я опять же говорю это разные вещи понимаешь нельзя их в одну бочку но давай разделим вот эмоциональное выгорание все просто с этим все просто самым выгоранием надо нормализовать свой график надо есть спать нормально первую очередь надо рад радости в жизни находить какие-то вот отчасти чем мы говорили вот надо понять вообще свое призвание оценить свою сус то что ты делаешь да перед мыс может быть где-то вообще сменить сферу деятельности или еще что-то или взгляд или взгляд на эти вещи ну то есть вот вот об этом это вещь которая вообще очень часто решается просто банально отдыхом просто с снижением нагрузки и и и уже все будет хорошо это про проблема чаще всего от того что мы вот перегружен перегружены как бы нарративом целом которому живем вот плюс у себя мы где-то нагрузку сильно берем большую и вот тут как это вот когда мы говорим про кризис типа кризиса среднего возраста какие-то экзистенциальный кризис когда человек не понимает а кто я что и я бы советовал две вещи как бы да ну и опять же я советую своего может быть частью опыта это первое понять первое направление это вообще понять содержительство божие научиться ждать ответа от бога до позволит богу быть богом это вот странная мысль но знаешь мы иногда очень хотим как бы делал на себя потянуть мы хотим понятных ясных ответов на наши вопросы дистанции нашей до нашего смысла жизни господи что такое где почему дай мне ответ ну как и лов этого хотел и мы иногда тоже начинаем стучать кулаком и просить чтобы вот сейчас же здесь же буду ответ но иногда надо просто подождать я вот наш вот если посмотреть всех праведников как они у них у всех был такой период такой пустыне некий да такой такой тяжелый период жизни когда и они ничего не понимали вот например и иосиф то есть бог ему открывает о том что отец мать и и братья придут упокоиться он рассказывает о сон и даже толкать не надо . вы все все поняли братья поняли отец все понял по броню его за это и вот он потом раз он лежит во рву преданный братьями он думает а как же сон господи а как где потом там в темницу подпать и фара да как почему почему где твои обетования да где ты вообще в этой ситуации у него рождаются дети когда уже там он у бога уводит во славу у него рождается эти он называет их именами которые связаны с проживанием боли он ефремо манасия это значение имен там бог дал мне забыть горе и дом отца да и сбуги у меня под подородным земли чужой то есть он даже даже в имена детей зашит эта боль и потеря вообще связи с корнями с семьей и потом когда приходит братья не все встает на место ну а ему надо это было прожить то же самое аврааму с ну ты знаешь да что авраам это означает отец авраам отец многих то есть писать как издевка вообще какая-то вот отец чё там тебя по детям никого вот бог еще берет его переименовывает в отца многих ну и кажется вообще ну что за издевательство господи но он прожил но это время дождался как бы да бог ответил на все вопросы и вот когда мы смотрим любого из значимых героев веры у всех у них есть ну вот этот период такой пустыни ожидания я понимаю что это в этот период держится только на одном да то что бог все сконтролирует что бог знает что делает когда ты позволяешь богу быть богом иногда хочется кинуть шребий господи да ясность да и там какую-то понятность давай я сейчас погадаю ну там вот если вот так то вот так если вот так то так и знаешь что тут вот эта мысль она может помочь вывести вывести самый тяжелый вынести самые тяжелые периоды жизни даже наши надо бывает так вот смотришь ты просматриваешь разные варианты жизни у тебя нет ни одного хорошего сценария ну то есть как бы ты сможешь нужно так может так вот так они все какие-то не очень и ты находишь какой-то один который там менее там болезненные дали там вот кажется такой желательный господи давай вот так вот это будет но по сути бога иногда он берет так все раз страницу переворачивает вообще очень быстро и просто и понятно меня за лагами было тогда был такой период я очень много должен после там своих некоторых неудачных попыток я смотрел как бы объективно даже если квартиру продал который мои родители живут я значит если бы продал эту квартиру это не хватило бы закрыть долг я вообще не понимал как из этой ситуации выйти я жил с этой болью там несколько лет как там с банками решали судились и все я думаю почему так господи что это что не так сделал как где пошел что-то не так а потом какой-то один момент один звонок и там условно говоря я утром был должен вечером нет ну то есть там ну решилась все как-то решилась но это решилась там это есть на это определенный механизм просто он бог запустил все но я к чему это говорю к тому что я вам все варианты которые я просматривали все оказались в общем чепухой на бог это решил очень быстро решительным очень движением руки на своей и вторая мысль все-таки ну иметь вот это общение в семье с друзьями иметь рядом людей которые могут поддержать сова нужно сказать вот ценить дорожить выстраивать отношения с близкими чтобы когда они окажутся в кризисе ты мог их поддержать когда ты кризис этому к ним прийти влад мы наконец-то записали этот подкаст подкаст и я очень рад что мы с тобой вернулись в этот режим давай давай режим вернемся да надеюсь кстати если вы не знали у влада есть замечательный канал в телеграме экзогетик там уже несколько тысяч человек за ним следует и читают его посты очень интересно так что обязательно мы оставим ссылку вы можете перейти и подписаться на влада влад большое тебе спасибо за то что поделился опытом открылся и дал советы я думаю что тема которую мы обсудили очень важная какие-то посты ты уже по моему писала в канале наверно что-то еще появится так что все всем спасибо подписывайтесь на канал пересылайте друзьям эта тема важная и полезная благослови вас господь